Из книги «Открытый моком» пятый том, тема «Лапкин книги. Вопрос 1433». «Если какие-нибудь отзывы о ваших книгах от священноначали РПЦЗ, епископов, от митрополита Лавра?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Думаю, что кроме нашего епископа Евтихия, который, думаю, что-то отрывочно прочитал, никто и не знает про эти книги. Это все в будущем может статься или после моей смерти. Читаю, что этих книг есть будущее и в разных местах, и в разных сферах». Сферахов 25.37-34.17 «Видите, что я трудился не для себя одного, но для всех ищущих премудрости, для всех ищущих наставления». Эти книги будут искать всех. «Ситу 1.9. Держащийся истинного слова, согласно учениям, чтобы он был силен, наставлять здравому учениям и противящихся обличать. «Благо, немалое уже и то, что епископ не пошел на нас войной. В наши дни и это не исключал, но Бог миловал и явил чудо этого блага мне и всем и ему». Остальные ж ни под каким видом не показали, что они могли бы быть участниками в деле издания этих книг. Дистанцируются решительно, как отец Петр Перекрестов из Сан-Франциско. Московский патриархат, председатель Приходского совета, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери, именуемой Смоленская, города Тулы. Индекс 300, 045, город Тула, Новомосковское шоссе, 7 километров. И еще в кавычках, в круглых скобках индекс 300, 011, улица Пархоменко, 33. Боголюбивый Игнатий Тихонович, я получил от вас третий том книги «Открытым оком» и выражаю вам свою благодарность. Позвольте мне высказать свое мнение по поводу издаваемых вами книг. Я преклоняюсь перед вашими книгами и ставлю их в один ряд с творениями Святых Отцов. По-другому быть ним и не может. И никто никогда ваши ответы на многочисленные вопросы не опровергнет и не обезличит, потому что другой Библии попросту нет. А Слово Божие в ваших устах есть меч обоюдоостре, который все мирское и греховное мудрого не сокрушает и разметает. Я смеюсь, скорблю и сокрушаюсь, считая ваши умные, меткие, оригинальные, мудрые, богословские ответы. Вы, как непобедимый боксер на ринге, бьете нас всех сразу и в самое больное место – на повал. В своем бессилии дать достойный ответ вас оскорбляют и льют потоки грязи, обвиняя в сектанстве и, в кавычках, мучении матери церкви. Но к вам это не прилипнет, и я за вас радуюсь. Мне не нравятся ваши пылкие выражения в битве за правду Божию в адрес нашего первосвятителя, вроде, в кавычках, «дроздов Ридигер» и о других архипастерях. А уж за отца Амбросия Юрасова говорить нечего, как говорится, размазали да нельзя. Но я не хочу зацикливаться на ваших определениях, оценивая в целом значимость ваших книг, в настоящем и подлинном смысле духовного возрождения тех, кто их читает. Их многие не поймут, с уязвленным самолюбием и отсутствием самокритики. А иногда и у меня дух захватывает от смелости ваших мыслей в отношении Божьей Матери, угодников Божьих. Так и подумаю, в кавычках, «уж тут Игнатий перегнул, явно перегнул», кавычки закрыты. И вдруг одна-две фразы Слова Божия, и опять все ровненько. Один мой близкий человек, слушав, слушав, что я ему читал, «да так и не осилил ни умом, ни сердцем». Кавычки открываются, «сожгите, батюшка, этого лапкина, не читайте, а то от Библии умом повредишься, читайте только в салтере жития святых, да и довольно», кавычки, «закрыты». Ну что поделаешь, таков уж уровень восприятия большинства наших православных христиан. Да и я, по совести сказать, недалеко ушел от отца Амбросия и других своих собратьев. Беру на себя мужество признать, что я паршивая отца, мягко говоря, или, как вы пишете, в кавычках, «мюнгаузен» в рясе, кавычки закрыты. Одно думаю, как бы донести эти издания в первую очередь до наших батюшек. Глядишь, как пишет апостол Павел, «всем бых вся, да всяко некие приобрящу». Кто-нибудь бы, да и задумался, и нечего на зеркало пенять, коль рожа-то крива. Пою вам многое лето с искренней братской любовью о Господе священник Иоанн Суворов.